выставка world food 2022 на связи с нами эксперта илья кацнельсон исследовательский холдинг рамир илья здравствуйте я знаю что вы были спикером нашего форума расскажите о чем шла речь добрый день да все верно мы обсуждали то как выглядит сегодня потребитель кондитерских изделий как он ведет что он думает что он планирует и какие у него настроения если прям вот тезисно вкратце кто это что это за человек а это человек который ценит свое время который ценит свои деньги который очень хорошо разбирается в том что он покупает и очень ценит когда в нем это уважают если я не знаю брать срез за последние может быть полгода или за год как вы скажете если какие-то изменения какие-то тренды вот в этой области и в этой и вообще в области потребления конечно есть тренды мы видели очень пессимистичные настроения в конце зимы в начале весны а при этом мы видели что потребитель адаптируется к новым условиям к новым экономическим в первую очередь условиям в которых он себя обнаружил этой весной а и к настоящему моменту этот тренд прямо очевидный а люди более оптимистично смотрят на то что с ними будет происходить в будущем они адаптируются а и человек очередной раз себя проявляет как адаптивное и гибкое существо значит ли это что если у нас потребитель к примеру адаптировался все хорошо значит ли это что ритейлером например ритейлером делать ничего особо не нужно все и так хорошо потребитель адаптировал нет конечно мы говорим о том что идет процесс адаптации этот процесс не завершён а и мы видим что при этом потребитель очень чувствительно реагирует на новостную повестку и в любой момент этому этот тренд может поменяться а и при этом никому никогда нельзя стоять на месте все должны развиваться и ритейлер должен развиваться потому что меняется ассортимент какие-то бренды уходят какие-то бренды появляются меняются ценовые сегменты меняются ценовые ниши а и просто так продолжать то что ритейлеры делали например годами это невозможно потому что люди очень быстро привыкают а и чтобы привлечь их внимание нужно все время делать что-то новое все время чем-то их цеплять какие-то конкретные советы даете ритейлером или они вы даете им направление скажем так вектор да что нужно цеплять нужно развиваться и они уже сами должны придумать мы даем общее направление конечно конкретные советы всем дать невозможно потому что онлайн ритейлеров своя стратегия у маркетплейсов своя стратегия у хард дискаунтеров своя стратегия которая отличается от дискаунтеров скажем так более мягком сегменте и так далее у всех своей ситуации мы работаем индивидуально с каждым ритейлером над его задачами а для всех мы можем дать какие-то общие рекомендации рискую рискуете ли вы дать прогноз по поведению потребителя например в будущем ближайшее время или в долгосрочной перспективе ну мы видим тренд что настроение становится чуть более оптимистичными с последними там двумя тремя четырьмя месяцами а при этом опять же мы видим что потребитель чутко реагирует новостную повестку эти настроения могут меняться с ней от недели к неделе но тем не менее мы видим что люди не могут быть все время в стрессе длительный период а люди продолжают жить своей жизнью продолжают водить детей в школу продолжают варить суп а для этого супа покупают продукты продолжают покупать какие-то мелкие радости в виде леденцов в виде жевательного мармелада в виде жвачки и так далее а и это никуда не денется спасибо большое на уверен что исследователь исследование вашего холдинга будет очень полезно для ритейлеров и в целом ваше присутствие здесь будет очень полезно спасибо огромное спасибо